Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. Близнецы. 22 мая-21 июня. В этот период проявите заботу о плечах и руках. 22 мая. День Николая, святителя и чудотворца. В этот день, в 1087 году, были перенесены мощи святителя Николая. Город, в котором был похоронен святитель Николай, был захвачен варварами, которые никого не щадили. Мощи были перенесены в город Бари, который находится на юге итальянского полуострова. Сразу же после прибытия мощей стали твориться чудеса. В первый же день исцелились 47 больных, мужей и жен, одержимых различными недугами. В народе этот день называли по-разному. День Николы Чудотворца, День Николы Вешнего, Николы Теплого. И это был один из главных праздников на Руси. Православный народ считал своим заступником и покровителем именно Николая Чудотворца. Особенно помогал он мореплавателям и путешественникам. И в этот особый день к святому Николаю обращались за помощью в избавлении от различного рода бед. Сегодня отправлялись в церковь и молили Николая Чудотворца. Святой Никола, угодник, помоги мне, святой чудотворец, покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастье. Святой Николай спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам, предотвращал пожары на хлебных полях, защищал от воров. Обязательно старались в этот день накормить обездоленных людей, чтобы самим в течение года не голодать. Святому Николаю сегодня молились о здравии лошадей. Считалось, что если этого не сделать, то бесовская сила станет кататься на них и заездит до смерти. А если сегодня видели, что лошадь вздрагивает, то обязательно говорили, кыш-кыш, нечистая сила. С этого дня начинали выгонять коней в ночное. Подростки лет по 15-17 собирались вместе и вечером гнали лошадей пастись всю ночь. Так юноши вступали во взрослую жизнь. Старались не купаться в реке до сегодняшнего дня, считая это большим грехом. Приметы. Если на следующий день после Никола идет дождь, лето будет дождливым и холодным. Сегодня утром нужно было умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым. В старину в этот день начинали сажать картофель. Считалось, что посаженный сегодня он не только даст хороший урожай, но его плоды будут обладать целебной силой. Наталья Боровик пишет. Здравствуйте. Меня сильно волновали некоторые вещи, мелодии, а потом я как-то успокоилась. Многое поняла, и меня это перестало волновать. Но некоторые моменты не получаются. Даже когда я упорно себе объясняю, какие-то зажимы остаются. Я так понимаю, это насчет очищения полевой формы жизни. Есть, конечно, эмоции, которые реагируют на ту или иную музыкальную композицию. Они их выворачивают. И вот, если эти эмоции у вас были накоплены, и с помощью музыки они вывернулись, то дальше эти мелодии особенно на вас и не действуют. Как правило, остается нечто другое. Если это вас еще что-то там волнует, здесь, конечно, и объяснить надо себе. Тут разные методики применяются. Значит, упорно себе объясняется, еще что-то, еще что-то такое. Но кое-что остается. Не все сразу так происходит, как хотелось бы. Значит, здесь порой приходится себе одно и то же объяснять. Объяснять, например, для того, чтобы простить человека. Объясняй себе года-два, прежде чем ты не осознаешь, что ты этого человека простил. Он перестал тебя волновать. А до этого, вроде ты там и простил, вроде внутренне и так далее. Как только я его увидел, или как только что-то услышал в нем и так далее, она такая раз у тебя всколыхнула. Это говорит о том, что это не проработано. Значит, надо здесь и методики менять, и продолжать, и действовать, и многих других вещей делать, для того, чтобы искоренить из себя вот этого рода скверну. Она не так-то просто покидает вас. Она, как правило, цепляется за ваши черты характера. На них базируется. Базируется на какой-то вашей памяти детской. И даже из прошлых жизней. С ней не так-то просто разобраться. Но, тем не менее, можно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала и все те, кто заходит на канал и чувствует, что здесь действительно что-то есть полезное. Что я хочу сказать. Всемирная организация здравоохранения существует за счет частных, в основном за счет частных пожертвований разного рода лиц и организаций. И разрабатывает свои программы. Я со своей стороны тоже забочусь о здоровье жителей нашей страны и всего человечества в целом. Если вы чувствуете, что от меня идет толк и польза, прошу жертвовать на развитие моей собственной оздоровительной программы.